Здарова, ребят. Напомнится, я обещал обзоры на боту сделать. В общем, сегодня это случится. Но, к сожалению, я не могу с Зерелем играть, ну или вообще с кем-либо, потому что, когда я сейчас видосы записываю, вы все спите. Поэтому, играть будем против ботов. Сегодня у нас Эривар, одна из самых имбовых фракций в моде. Имбовая она по трем причинам. Значит, первое, метатели. У метателей есть стойка, которая дает им 40% брони, но при этом режет скорость. Для тех, кто, возможно, не понимает, 40% брони это дохуя. Кстати, чуть не забыл, котик от подписчика. Кроме того, Ворчант, который почему-то 4 очка стоит, ну не важно. А вы же не видите. Ну, в общем, Ворчант дает 50% урона и резист к отбрасыванию с лаждафки. Резист, то есть имун. Тут проблемы с описанием, но не важно. Я уже затестил, поверьте мне на слово. Соответственно, к чему это приводит? Можно спамить одними метателями. Копейщики не нужны. Строй. Еще за мяч. Слева не вы. Строй. Я будем строй. Метатели живут очень долго. Если приедет конница, прожимаем Ворчант. Ну, в общем, я думаю, идею вы поняли. Это первая причина, почему гномы имба. Вторая причина, почему гномы имба, это вот эта обилка. Она призывает Дайна. И либо 4 отряда мечников, либо 4 отряда копейщиков железных холмов. Призывается он и они навсегда. Дайен здесь, не знаю, сколько он стоит, какой у него там денежный эквивалент. Но воскрешается он за 4,5 куска. То есть, думаю, вы можете представить, насколько он силен. Он, конечно, не мега силен, но он очень полезен. И всего 10 очков во втором тире навсегда. Плюс еще и 4 отряда. Очень жесткая тема. И третья. Повозки слишком крепкие тут. Но это не совсем имба, потому что мастерская стоит очень много денег. Вот, посмотрите, 1380 сейчас. Мы накапливаем скидку. В моде любопытная система экономики. Ну, во-первых, тут на все лимиты. Вообще на все. Мне кажется, даже на боевых юнитов. Тут не написано, но скорее всего даже на этих юнитов лимит. И таким образом сделано, что у большинства фракций есть, да, например, стандартные фирмы, как и везде. И три штуки вспомогательных. Как бы вторичной экономики. Но как-то так звезды выстроились в ряд, что эта вторичка, когда качается, приносит... Даже не когда качается, а сразу же приносит больше денег, чем ваши фирмы основные. Это первое. И второе. Она не режется экономикой. В смысле, они не режутся по резкой экономике. Что важно. А фирмы режутся очень сильно. То есть, ну, допустим... Где бабос? Вот, посмотрите, уже 19 приносит. Какого хрена? Ну, я уже, конечно, приличное количество построил, но все равно. Грустно. Залезли сюда. Скидка 18. Ну-ка, давайте попробуем еще немного поставить. К сожалению, кнопку выхода из шахты всех нитов убрали. Помянем ее. Ничего не поделаешь. Так, давайте сделаем скидку на героев. Пробращаем спамить. Хотя я как-то вяло строю, но... Назовем это спамом. Давай. Так, сюда. Захватим вышки, чтобы бот не мог снести. Как за счет подраться? Их... 20. Ну-ка, еще разок. Топор всегда в цене. Все, больше нельзя. И все, они исчезли. Потрясающе. Куда они делись? Никто не знает. Это загадка. Их нет. Пипец. А где же вы? Их тупо нет. Сносим. Их нет. Ну-ка, таки дела. Строим героев по-моему. О, нифига. Эти жирные черепки. Нормально так-то дамажит. Так, отсюда можно специфических юнитов строить. Они... Могут здание чинить. Но... А, все, лимит. Вышку здесь поставлю. Или нет. Не поставлю. Фигушки. В общем, они умеют здание чинить. Но это не важно. Важно то, что они... Имеют обилку... Оно уже починилось? Которая ворует деньги в бою. Но не только из зданий, но еще и из юнитов. То есть, не мародерку, а воровство денег из юнитов. Так написано. Я такое впервые вижу. То есть, они как бы настолько ловкие, что они кошелечки подрезают во время боя. Ну или... Я не знаю. Может, они супер клевые хирурги. И... Почки отрезают в бою. И продают их сразу же на черном рынке. В общем... У меня... Небольшой лимит на дебильные сравнение. Сейчас... Только два придумали. Вот, поставим два лима. Нам нужно... А для этого, кстати, нужно вот эту штуку сделать. За пятихатку. У них будет знаменосец, как рабочий, типа повозка такая. Оп. Вот это сюда. Тысячу двести со скидкой и шестьсот сорок со скидкой. То есть, у нас получается четыре здания, которые дают деньги вместо трех. А тем временем у Гондора одно. Горит? Не горит. Вот, бабосы, бабосы. Их слишком мало. Ну, тут как бы сложно понять. Может, это неправильное описание. Все-таки это мародерка. Походу, это мародерка. Но в любом случае, они нормально воруют. Там по восемь монет было, по три монетки. Пойдем. Вообще, мародерка, это всегда хорошо. К тому же, здесь ограниченное количество ресурсов. Так. И вот эти вот. Продолжаем. Мой бот там сливается постоянно. Этих еще построим. Нам нужно вышек поближе поставить. Но есть для этого одна штука. Мини-крепость. Построим ее здесь. Тогда можно будет нормально себя чувствовать. У этого здания, как видите, неплохой инкомф. 50 монет. Но медленный. Очень. И есть еще баг. Если оно само качнется, то бонусы нельзя будет делать. И не будет прироста денег. Там всего по 55. Супер грустно. Вот эта вот штука. Называется воронья вышка. Пускай будет воронья высота. Блин, грустно, что они не успели выйти. Она дает деньги, но там всего есть монет. Поэтому специально ее строить советую. А, я забыл взять. Давайте ворчанту дадим этим пацанам. Я думаю, герой справится. А Дайна призовем сюда, чтобы он нас спас. И сколько дает? Все равно 50. Лучше скотина. Ладно, давайте. Я просто вот эту фигню до конца не тестил. Сейчас проверим. Качнем полностью. А это у нас мини-крепа. Можно героев строить. Можно ворон загрейдить. Потом загрейджу. Но суть в том, что оно дает радиус. Теперь мы можем вышки строить. Причем в большом радиусе. Делал бы, конечно, приятно, если бы можно было просто строить вышки где угодно, как и фермы и прочее. Но не судьба. А давайте отойдем чуть туда. Дай угадаю там лимит на эту штуку или нет? Да, лимит. Черт. А, тут не показано. Сейчас я посмотрю. Отлично. Третий левел. Ну-ка. Прирост. 50. И мы можем сделать... А, это на разные вещи. Это на шахты 15%. Это на саму вот эту вот шахту. То есть, на эти шахты этот апгрейд 15%. На эту за 1000. А это что? Скидка на апгрейды. Апгрейды я делать тут не советую. Я вам попозже объясню. А вышки далеко? Не достает. Хотя можно будет здесь очаг построить и еще что-нибудь. Ну, ладно. Прокатит, в принципе. Давайте барак. Ой, она еще и стреляет. Это хорошо. Да, кстати, к слову. Изенгард люто просто фидит. Изенгард самая донная фракция в моде за счет этого. За нее невозможно играть. Там не фидит только дикари. Но дикари супер говно. Метатели неплохо здание сносят это все. Так что помянем. Уруков вам не получится построить они очень дорогие. Ну, ладно. Я отдельно сделаю обзор на изенгард. Потом вам расскажу. Так. Строим. Толлинг, кстати, кау. Но надо всех посмотреть. Блин, как же медленно. Так, тут еще отдельные апгрейды. 30 монет дает. И здесь уже нормальный прирост за уровень. В принципе, можно не делать никакие грейды. Но можно заградить этот за 800. Единственное, тут есть баг. Эта штука должна на все плавильни работать. Стопа, почему у меня 25? Скотина. Крилл, что ли, построил. Из-за барака, может. Но не суть. В общем, к сожалению, апгрейд недоделан. Он не работает на все сразу. Он работает на каждую по отдельности. Но зато, когда вы делаете апгрейд, вам дается очень много опыта. И, собственно, здание прокачивается за счет этого. Как минимум, второй лавел будет. И вы получаете больше прирост бабла. То есть, эти 800 монет, в принципе, выгодно вкладывать. Единственное, что немножко ломается геймплей. Потому что другие фракции могут вначале построить эти вторичные экономические здания. И сразу же получать много денег. А вы за гнома не можете, потому что они дорого стоят. Ну и еще и 800 монет отдавать тоже вы себе не можете позволить. А денежка вначале очень нужна. Денежки здесь не хватает. Зацените уже 8 лавел. Пипец просто. Так, отправим ее вот сюда. Поставим статую, потом очаг поставим. Пускай качаются. Еще трайный трор. Можно больше бабла. Ну-ка. Как же меня интересуют деньги. О, посмотрите, качнулось. 47. Второй левел получил. Сейчас будет тоже второй. За скамель. Офигенно. Ну ладно. Инна вообще не работает. Здесь тоже. Окей, был неправ. 58. 500 говна за 1000. Но можно это еще сделать. Может это больше будет. Ну ладно, в любом случае, эти здания полезны. Видимо, апгрейд только на одну работает. На другие. Хотя. Если сейчас будет 47, то. Значит, апгрейд просто не надо делать второй раз. И я был неправ все это время. Ну, в общем, они качаются. Там где-то по 60 будет франция. Клина себе. Ладно. То есть, нормально. Иди, качнись. Мы пока что построим трайна. И будем понемногу уже начинать читать обилки героев. Первый герой. Балин. Балин дает 10% брони и скорости героям. Вокруг него в небольшом радиусе. На втором левеле он заливает опыт гномьим войскам. Вы захватили постройку. Центр. Победители, вперед. Много заливает опыт. Надеюсь, Торин бьется плашом. Входу нет. Увидите, даже видно, когда работает бонус. На броню. Ну, маленький минус, конечно. Так, это апгрейд для любого героя. Кликаем. Не понял. Почему не работает? А, ближе надо подойти. Навсегда дает 10% хп и чуть-чуть больше регенерации здоровья. Говно, конечно, но 10% хп почему бы и нет. Тем более, Балин дешевый герой. На седьмом левеле. Это призыв Орды, как у Мордора. Только у гномов. Они будут быстрее строиться. Ну, вы сможете больше метателей насирать. Вот. Кстати, надо заранее призвать. Тут забавный третий тир. Молот Форноста. Только у гномов. Называется земляной молот. Вот. По войскам, к сожалению, слабо дамажит. Через всю карту дамажит. Лимит одна штука. То есть два вы не можете призвать. Но он не пропадает. И довольно быстро откатывается. Такие дела. Сейчас я вам покажу. Вот, допустим, вот здесь. Как дамажит стань. Ну. Как-то так дамажит стань. Как враги! В принципе, если вам нужна бесполезная обилка, которая время от времени покоцает фермы противник, то можно взять. Тем более, что вот эта обилка перекроет все. Секунду. Похилимся. Бален при смерти. Так. И ульт у него это миру вор Элронда. Он хиляет героев и юнитов, а также откатывает их обилки. И еще и дает ваф на 20% скорости. И юнитам, и героям. Гномы медленные, так что заебись. Ну, в смысле, не то, что они медленные. То, что он им это дает. Теперь, Двален. Двален здесь вампир. Я не шучу. Первый скил. За каждый левел Двален получает 2% брони. То есть, если первый левел считается, то он получит 20% брони за все левели. Плюс 10% от лидерки Балена. И это до хрена. На 4 левеле бонус 15% здоровья. Плюс вот эта обилка и уже 25%. Тоже много. И на 10 левеле еще бонус 10% брони. И быстрее регенерация здоровья. То есть, много. Второй скил. Вампиризм на 20 секунд. Славный вампиризм. Немножко восстанавливается роли. По крайней мере, так написано. Проверять мне не хочется. Но вроде. И он не пробивает все равно. Он жирный. На 3 левеле стан на 5 секунд в небольшом радиусе. Приятно. Полезно. На 7 левеле он получает 50 брони. И резистка отбрасывания на 20 секунд. То есть, 30% у него отсюда. 10% от Балена. И 50% здесь. 90%. Как говорили древние греки. Не, ну это пиздец. Как-то так. Давайте отступим. Доделся этот черт. За жирными орками бегает. Жесть. Нужно выбраться отсюда. Поставить вышек, чтобы... Тут тоже льмит, кстати. Конечно же. Зачем я спрашиваю? Как будто я не знаю. Блин, я только свалил. Только свалил. Назад. Ладно. И ульт. Это лучшее увидеть. Ульт шикарен. Дайте на кого-нибудь. Ой, стоп. Это не... Погодите. Я перепутал. Это не тот ульт, который я хотел показать. Так. Это, короче, какой-то взрыв. Который вы только что видели. Он дамажит на 500 урона. Что как бы много. Но, увы, не по войскам, а по вражеским героям. Что грустно. Так, что такое. Но он еще дебафает 25% брони и скорости этим героям. Так что, в принципе, пропадет. Нормальный герой. Очень сильный герой, я даже сказал. 111 очков. Жалко Изенгард. Такая фракция. И так сосет. Жестко. К сожалению, радиус супермаленький. Не, ну, вроде нормально. Он пирует. Если вы заметили, там чуть-чуть здоровья не хватало. Но он все восстановил. Ладно. Я несу херню какую-то. Я потом ему опущу здоровье как-нибудь. И мы узнаем точно. Хорошо или нет. Так. Ты убей призерка. Я не знаю обилки этого героя. Так что. Нифига тут призерков. Для меня это будет тоже сюрпризом. Теперь. Торин. Да, и на попозже посмотрим. Торин, значит, может юзать меч, если будет у нас апгрейд Аркинстоуна. Аркинстоун открывается после того, как мы возьмем апгрейд Дуринс Фолк. И его еще надо будет загрейдить, к сожалению. Вот. Надеюсь, это важно. Меч позволит ему бить. Сплэшом, но, увы, медленнее. Это не такая сихрака. Ладно. Фига он молотом мочит. Так. Здесь у нас лидерка на 20 брони и 10 скорости. И антистрах. Напоминаю, антистрах у нас встроенный в ворчан. На 30 секунд. Ну, это просто бред. Это маразм. Но, что есть, то есть. Типа лидерки на антистрах просто не нужны. У нас антистрах со старта игры здесь. Можно подстроиться под все, что угодно. Ворчант подышится очень быстро. Так. Бонус на войска. То есть апгрейд, короче. Этот апгрейд позволяет им быстрее качаться на 300%. Быстрее. И они будут быстрее хиляться. А, он мне барак снес. Скотина. Тащимся сюда. Надеюсь, вышки задехают. Блин, я не понимаю, почему он туда подпишал. Нет. Ну, что такое? Скотина тупая. Увы, увы. Так, значит, на четвертом левеле Торин получает 20% брони. И еще 15% брони от дубин и стрелок. Вот. На седьмом левеле прожимаем эту хрень. И гномы восстанавливают падших гномов. В отрядах не очень правильно прозвучало, но я думаю, не поняли. Как хилка, только без хилки. Вот сейчас, если бы я не поражал, можно было бы посмотреть на обилку. И ульт гномы и юниты получают 50% дамага, 20% скорости и резист к отбрасыванию. Да, держу в курсе, он у нас уже есть. То есть, 10-й левел это варчант, но плюс 20% скорости. В общем, Торин говно. Но построить его можно до кучи. Но Торин говно, по-своему, нет каких-то героев. Так, где этот черт? Бери левел. Торин выживет. Я пока что вот это возьму. Да, мимо апгрейд, пускай... Пускай с плашом бьет. Это обилка из ингарда. Она молниями бьет, но, увы, нужно ручками это делать. Что за хрень? Почему 5 монет? Крепа 5 монет дает, а должна 10 давать. За сками для мрази. Ну, в общем, такое. Дальше. Дайм, напоминаю, мы получаем его за бесплатно. Но я только не знаю, если он умрет, можем ли мы его перепризвать, или нам нужно будет его воскрешать. Вот это для меня загадка, к сожалению. Ох, как хорошо. Как раз то, что нужно. Спешиваемся. Сейчас я вам ульт покажу. Это не бараны. Но, к сожалению, не всех там ажи, но дикари ваншотят. Можно было бы сделать всадников на баранах, но почему-то решили, или решил разработчик сделать вот так. Какие дела. Так, хилочка. Отлично. Ну, мы же снесем, пожалуйста, да? Нет? Опор всегда в цене. Хорошо. Молодцы. Продолжаем. И сюда тоже. Обилка. Красный топор. В общем, у Дайна есть баг. Нужно понимать это. И обузить, разумеется. У него... О, кстати, он сплэшом бьет, я не знал. У него разные КД обилок, когда он верхом на свинке, и когда он пеший. Обилки одни и те же. Ну, то есть, КД мгновенно откатывается, по идее, если мы на свинку садимся. Но есть несколько проблем. Например, этот скилл мы не можем поставить на автокаст, если он пеший. Но, когда он на свинке, можем это сделать. Но на свинке, как бы, ну, не очень хочется постоянно быть, ну, копейщики все-таки страшные. Скилл слабый, бьет небольшим сплэшом, но вешает дебаф на дамаг и броню 25% на 5 секунд. Ну, типа слабый дебаф из-за того, что 5 секунд, и радиус очень маленький. Поэтому можно на автокаст поставить. Но, увы, в пешем виде не работает. Лидерка на железные холмы 30 дамага и фирризист. Это, правильно, прочитаю? 30 брони, пардон. Вот. Но мы только отсюда получаем. Так что... У нас немного будет железных холмов в армии, но в целом мелочи приятные. Баф на 50% урона. То есть еще один ворчант, по сути. Кстати, по сути, это буквально ворчант, потому что у нас тут антистрах встроенный. Но только иммунки отбрасывали. К отбрасывали, но нет. Типа того. И благодаря тому, что у нас откатываются обилки, когда мы садимся на кабана и обратно, то мы два раза можем забафаться, а бафы на урон стачатся, напоминаю. То есть сотка урона тут, 50 урона тут, и тут 50 урона уже 200. Неплохо. Глуп подыхает. Плохо. Ой, неприятно-то как. Так, продолжаем. Дайн получает 50% скорости и дамага, и отбрасывает юнитов, если пробегает сквозь них. Это вроде не работает, когда он пеший. А нет, работает, работает. Но я не замечал, чтобы он отбрасывал. На свинке он прям супер быстро бегает. Бля. И атакует еще очень быстро. Сильный герой. Ну и ульт вы видели. А ну-ка, давайте проверим. Откатилась. Так. И теперь еще разок. То есть это даже не разные КД. Оно каждый раз откатывается. Это же пиздец. Сколько я могу настачить урона, интересно? Не, ну почему бы и нет? Может я не прав и тут не стачатся бафами уроны. Но тогда я могу бесконечно держать их под бафами. Тоже круто. Скоро он начнет заканчиваться уже. Ну, заметили, да? Заметили. Ну, застреляйте, пожалуйста. Вы, наверное, сейчас подумали... Да нет, это фигня. Просто ненормально здание сносит. Не-не-не-не-не-не-не. В этом моде здание никто нормально не сносит. Это я настачил. Ой, то ли, где-то в жопе. Ну, как обычно, блин. Этот мод сделан для того, чтобы вы страдали. Вы будете полтора часа крепу сносить и так далее. Но если вы гном, можете загрузить вот этот гном. Так, ладно. Пока свет не вырубили, в темпе вальса продолжаем. Значит, с этим мы разобрались. Корин, у них лучше. А, у него новые скиллы, что ли, появились? Двойной дамаг на 20 секунд. Та же лидерка, по идее. Да, та же лидерка. То же самое. Не понимаю. Погодите. Просто дамаг по герою, но еще и по юнитам шпалил. Лол, визард бласт. Добрый день. Блин, я не знаю, почему Балин самый слабый герой. И при этом он обожает забегать и сливаться. Землетрясение. Погоди, вот он немного. И что дает это? Просто урона ему против всего накидывает. Ну окей, с Аркинстоуном Торин не такой кау. И Балдею появится с Плэшом бьет. А говорили, что с Плэшом бьет. Что за вранье? Либо сплэш слишком маленький. Написано, что... Ну ладно, видимо маленький. Ну окей. В принципе, что-то полезное. Так, Трайан. Молот. Я полагаю, что это как у Глоина. Сейчас проверим. Да, это как у Глоина. По зданиям почему-то не дамажит. Зато он сам дамажит по зданиям. Причем очень сильно. Враг падет. Звук отлетелось. Да, очень сильно дамажит. Хороший герой, но он дорогущий. Так. На... Третьем левеле он получает небольшой сплэш. Это радиус типа 10 атак радиус. Это мало на самом деле. Очень мало. Но на седьмом левеле еще 15. И на десятом 20. Если это все стачется, то это где-то по 2-3 юнита он будет убивать. Если всего 20 атак радиус, то это очень мало. Молу можем затестить. А, да. По 3 юнита он. Это даже больше, слушайте. Хороший сплэш. Значит, оно стачется. А, стоп, мы же еще не получили. Может, цифры неправильно пишут. 30... Нет, получается 10, 15, 25. Это мало. Но у него уже 2-3 юнита. Даже больше. Ну-ка. А, у него еще... Я понял. Отбрасывание просто отдельно. Я подумал, что он убивает, когда они падают. Тогда все норм. Ну, хороший герой. На пятом левеле он получает 50 скорости. И отбрасывает пока движется. Где-то я это уже слышал. Странно, что иммунитеток стрелами еще не дописал. Ох уж эти мододелы. Главное, подобавлять кучу героев и пихать туда обилки созданных героев. Зачем придумывать что-то оригинальное? Граунд шейкер. Ну, короче, это типа как ульт-глоина, а только всего сотку дамажит. Зато у него еще есть бараж. Правда, очень слабо дамажит. Но по зданиям написано, что на 200% сильнее. Сейчас мы докачаем его. Ну-ка, сначала это. Ну, сотка должна убивать бомжей. Но не убивает, потому что радиус из жопы вытащил. То есть буквально выгоднее дамажить автоатаками, чем прожимать обилку. Вот, вы если прожмете обилку, вы только время потеряете зря. Проверим, как по бараку стреляют. Не хочу на войска, это их еще меньше дамажит. Поэтому лучше на здании. То же самое. Смотрите на автоатаки. Нет смысла прожимать обилку, вы только время зря потеряете. Лучше автоатачить. Ну, такое. Стоп-стоп. Он же сейчас так будет быстро же будет. О-о-о. Нет, все равно медленно. Но быстрее. Хороший герой, кроме двух последних обилок. Так, и самый дорогой герой Трор. У Трора две панельки. Тут у нас пассивки, тут активки. Вот эта вот фигня, которая заряжается, это дракония... Да, блин. Что же еще? Жадность, короче. Драконий недуг. Что он дает, не знаю. Тут не написано. Когда пройдет, у него просто будет написано, что пассивка и все. Что это дает, без понятия. Может быть, у кого-то есть инсайды, кто-то прочел дневник разработчика и знает, что это дает. Напишите в комментариях. Я понятия не имею. И не представляю, как выяснить, что он дает. Но быстро ты у него изменится. 350 дамага у него сейчас, проверим скоро. Значит, смотрим. Подарки дает вражескую... Дает союзному герою 15 брони и резист к топорам и дубинам. Но это вроде не навсегда, по крайней мере, не написано. То есть, прожимать на одного как-то лично мне было бы впадло. Вот. Это бафает либо фермы, либо бараки. Если бараки, то они будут на 20% быстрее строить уникев. А если фермы, то на 20% больше бабосов будут давать. Можно бафать эти штуки, кстати. То есть, ну, типа неплохо. Сколько, кстати, третий лавел? 78-78. Жирно. Будет 88 вроде бы. Если память не изменяет. Телепорт. Все очень просто, как у нас у Балина. Выбираем пачку. Телепортируем к себе. Вкусно. Вот это вот довольно странная вилка. Это как охота у Халдара когда-то у нас была. Ну, Алды помнят. Только это еще и юнитов станет. Смотрите. Они не могут двигаться. И эти челы всех героями. Другие, можно героя тоже станет. КДшится очень быстро. То есть, ради убийства героев и дополнительного контроля. Имеет смысл его строить. Ну, и это тоже для контроля. Имеет смысл его строить. Так, ульт какой-то кал, если честно. В общем, он дает вам иммунитет. В смысле, ему, Троран. И дает вашим героям всякие мусорные статы. Типа резисты к магии. Ну и прокачку, правда. Но это 10 левел. К этому времени все они уже будут прокачены. Это же самый дорогой герой. Ну и написано еще, что хилит. Сейчас проверим. Хилит и правда. Хилит. Так, типа средненько хилит. Ну, хоть нет, не средненько. Нормально хилит. Такие дела. Вот. А по пассивкам. Лидерка 15 дамага. 50 эксп. Если сделали Аркинстоун, то 20 дамага и 100 эксп. Ну, норм. В принципе. Пассивка на 80 брони. То есть он должен быть неубиваемый. Но это надо тестить. Тут у некоторых скиллов описание брони неправильно написано. То есть там есть 300% брони. Но на деле это не так. Значит. Не написано на каком это левеле. В общем, вокруг него бегают стражи. Четыре штуки. И всех пиздят. Ну, помогают. Ну, вот. А герои возле него получают 10% к дамагу. И Аркинстоун дает им еще броню от мечей и стрел. Надо отойти. Блин, она очищает. А, нет. О. Давайте мы его потеряем. И посмотрим, можно ли его призвать при помощи этой эзерики вновь. Так, здесь у нас все экономические здания по всей карте, наши, приносят на 10% больше бабла, но теряют 25% брони. Может быть, мы это получаем от драконьего недуга. Это просто закрыто было раньше. Но я был недокачан, поэтому не знаю. Сложно, сложно. О, кстати, вампиризм затестим. У него много здоровья пропадает. Не, нормально хилится. Очень даже хорошо хилит себя. Так, а теперь по обилкам. А, стой, стой, стой. Забыл. Тут есть еще одно здание. С юнитами. И есть мастерская, вот. Это просто апгрейды. А, есть мастерская с повозками, но там ничего особенного нет. Повозки, катапульты, разрушители. Повозки не имеют апгрейда лучников почему-то. То есть повозки хуже, чем были в ваниле, но они намного крепче, чем были в ваниле. То есть по копейщикам даже немного могут кататься. Не сильно, правда. В общем, повозки полезны очень. Будьте на сторожа. Так, здесь вот эти юниты это копейщики. Нет смысла их показывать, просто копейщики. Они по факту вообще не нужны. Вот здесь есть парочка интересных юнитов. По обилкам, значит, варчант. Вы видели, это ремонт за 6 очков. Он всратый. Во-первых, 6 очков. Думаю, не надо объяснять. Во-вторых, радиус очень маленький. Вот. Это хилка за 4 очка. Это видели. Дуринс Фолк, кроме того, что дает апгрейды, дает всем героям 10% хп и 50 автохила. А юнитам 15% хп и 30 автохила. Не знаю, много это 30 и 50 или нет. Вообще без понятия. Но, по идее, юниты должны хилиться. Но я этого не замечал. Но, с другой стороны, они у меня дерутся постоянно. Так что, как-то вот так вот. Дальше. Это призывает Беорна. Хороший герой. Но на время. Так что, не сравнится с этим. Скилоном. Вот. Бьет с пляшом. Можно в медведя превратиться. Но я не понимаю, зачем он бьет с пляшом. С большим с пляшом. У него есть страх, у него есть хилка, у него есть ульт, который очень сильно бустится. Ну, по сути, как у нас. Такой же герой, как у нас, только чуть меньше обилок у него. Мы глянем, как медведь намажит. А, медведь типа как конница еще. Раз. Сильно. Да, медведь тоже хорошо намажит. Ну, опять-таки, я не понимаю, в чем смысл его превращать в скиллов, другим. А ну-ка, опоздание. Ну, нормально, в принципе. Ударь. А, такое впечатление, что он даже хуже, чем медведь бьет по зданию. Ну, сплэш у него пизжи тут. А ульт? Интересно, можно крепость нести? Мне кажется, можно крепость нести. Когда-нибудь я забайчу Зераэля или кого-нибудь другого сыграть в это говно по сети снова. И попробую закрестить им крепом. Так, это бонус на Эку. Если бы обилки первого тира не были бы таким говном, то был бы смысл играть в эту обилку, но через хилку в нее выходить, когда есть это и это, тупо. Призыв шахты, кусок говна, не дамажит, деньги не приносит, просто отбрасывает. Ну, такое себе. На второй тир, может быть, это еще бы потянуло за счет отбрасывания контроль. Но на третий тир не тянет. Погодный эффект тоже говно. 20% скорости и двойной вижен. Но отменяет погодные эффекты. В принципе, терпимо. Погодные эффекты все равно берут, чтобы контрить друг друга. И они не должны быть сбалансированы, по идее. Но можно было бы сюда какую-нибудь хилочку закинуть или дамаги, или броню, что угодно. Ну, типа 20% скорости. Камон. Можно, конечно, по идее, это имбово, если насточит все бонусы на скорость. Тут их штуки 3 или 4. То есть, вместе все это будет очень жестко. Но, учитывая все то, что вы сейчас видели, что я вам рассказывал, задумайтесь, действительно ли вам нужно что-то там стачить. Если можно просто лицом кататься по клавиатуре, спамить метателей и героев и выигрывать за счет этого. Как-то так. Когда вот я грейды закажу быстренько, потом вам расскажу про них. Так, здесь у нас есть забавный герой. Юнит, но недоделанный. И вот этих я не тестил. Но это, скорее всего, просто отряды. В общем, это чел с огромным рогом. Он в него дует. И станет юнитов на 5 секунд. Это не имбово, потому что маленький радиус. Но, увы, у него нет никакой автоатаки. То есть, он не дерется. И надо будет самому прокликивать это дело. То есть, в бою он неудобен. Если бы сделали так, что он станет, даже пускай не на 5 секунд, а на 2 секунды, в маленьком радиусе при помощи своих автоатак. Автоатаки в кавычках. То есть, он просто дует по КД. Это был бы очень классный юнит. Оригинальный, прикольный. Ну, вы поняли. Короче, надо будет эту идею фаталисту дать. И у нас в моде сделать. Но сам по себе он говно. Но, но. Все равно респект. За то, что автор придумал это. Это выглядит прикольно. Очень классно. Я оценил. Я только не понял, ему можно флаг сделать? Зачем? Просто второй левел, да? Чего? Он же не отряд. В общем, сейчас я сделаю. Мы посмотрим. Так, дальше по скиллам. Призыв крепости и призыв дурина. Призыв крепости куда-нибудь сюда закинем. Ох, хорош, хорош. Отжирается. Большая катапульта. А, ну ее грейдить надо. Когда-то в 2.0.2 сделали, что можно стрелять отсюда большой катапультой. Респект за эту идею. Мне очень нравится. Но я все равно ненавижу гномов. Неважно в каком моде. Но вот эта фишка с большой катапультой очень классная. Здесь как бы то же самое, только похуже. Ну, наверное... Блин, хотел сказать, эту крепу хрен снесешь. Но только что эти живничи неплохо ее продамажили. Что я не уверен. Как странно. Это мощно. Это действительно мощная катапульта. Так. Делаем это-это-это. Насчет апгрейдов. Это дает хп и фонтан за тысячу. Это позволяет золото сливать. По сути, слив масла тоже. Это как у Изенгарда апгрейд на ворон. И можно в этой мини-крепости его сделать. Что я и сделал, собственно. А как видите, ну не очень много обзора дает. Я думал, будет больше. Но в целом смысл есть. Допустим, построить ближе к врагу где-нибудь здесь и палить. Что он делает. Тем более, гномы должны играть от такой тактики. О, сейчас проверим. Призывается. Но не качаный. Мы могли бы его воскресить, по идее. И теперь не можем. Ну, ладно. Наверное, все же, если он качаный, лучше воскрешает. За побосы. Так. Что мне сделал? Вот, значит, золотая статуя Дурина или кого-то позволит нам сливать золото. И это кидает раздор на врагов. Как это логически объяснить, даже не спрашивайте. Я понятия не имею. Но раздор это всегда полезно. Что еще? А, Дурин, Дурин. Дурин призывается, кажется, с какими-то челиками. Так, у него есть лидерка на героев и юнитов. 20 дамага и 25 маг резиста на героев. 25 дамага и 50 маг резиста на юнитов. Так себе здание, в смысле, если честно. Юзем эту штуку и наши герои и юниты навсегда получают 20 автохилла. Вокруг него все подхиливаются понемногу. И небольшое землетрясение, которое отбрасывает все. И, по всей видимости, убивает. Ну окей, эта обилка неплохая. То есть можно законтрить... Ну, на секундочку, это еще была армия эзингардов. Вот. Ой, красивенько. Вот это ежу, наверное, понравится. Он фапает на... Это в каком-то моде тоже было. Или, может, во Отре, не помню где. Пока. А, стоп, что? Вы что при... Стоп. Я ж... Я это могу поднимать, что ли? Написано, что будет раздор. Блин, оно исчезло. Скотина. Походу... Походу, если юниты поднимают это золото... То они раздор получили. Так. И... Давайте проверим это. Значит, челики, стражи. Стоят 735. Там ничего интересного нет. У них есть обилка, которая дает им 25 скорости и отбрасывать. Ну, короче, как у ванильных гномов. Стойка. 75 брони. Но минус много скорости. И апгрейды. Повторюсь, грейды тут лучше не делать. А, я вам не рассказал, почему. Когда юниты выходят из бараков, они автоматически делают грейды. Сами себе забирают у вас деньги. То есть, вы не можете это контролировать, если у вас мало денег, и вы будете строить войска, у вас вообще денег не будет. А крейдов там очень много. Различных. То есть, там по 3 вида брони для каждого юнита. Ну, в смысле, для одного юнита один вид брони, для второго второй и так далее. В общем, такое. Так, дали ему флаг. Нахрена это, что это дает, непонятно. Но флаг красивый. Он даже второй лавы не получил. Этим нельзя давать флаги. Что за бред? Могли бы написать зачем-то. И... Блин. Три минуты до отключения. Короче, это сильные юниты. Я не знаю, что они делают. Скорее всего, у них нихрена интересного нет. Я вам их не покажу. Иначе еще записи спортятся, если отводят. Всем спасибо, что вы смотрели. Пишите, какая фракция вам интересна. Я ее обозрю в следующем или когда-нибудь на видосе. Пока-пока.